Значит, редкий случай, когда мы обсуждаем на семинаре философского штурма то, что происходит на сайте философского штурма. Так-то два, получается, совершенно не связанных между собой проекта. А сейчас можно поговорить. Значит, речь идет о недавно появившемся посте Павла Чистякова по поводу того, что сейчас зарождается новая социально-экономическая формация и возникают просто новые производственные, как это, способ производства меняется. И, как ни странно, это правильно. Мне тоже представляется, это правильно. И даже мне кажется, что в том, что он там говорит, он очень близко подошел к пониманию, в моем смысле, что такое новый способ производства. Он, правда, говорит, что там производство – это производство электронных денег. Да, ну вот любых электронных денег, которых сейчас способен. Я говорю, что не может быть способ производства, производство денег этого быть не может. Но, тем не менее, новый способ такой проявляется. Если мы раньше говорили о традиционной фазе, то тогда речь была о натуральном хозяйстве, что каждый в поте лица своего добывал и вырабатывал то же самое, что делал на соседнем участке соседний человек. Хотя были, конечно, определенные отклонения. Потом появилось капиталистическое производство, это машинное производство, основанное на глубочайшем разделении труда между собой. И тогда людям, которые занимаются разделением между собой, нужно было очень между ними общаться, обмениваться. И таким образом товарное производство породило товар, и товар сделал акцент на торговле, безусловно. То сейчас тоже такая вещь происходит. На мой взгляд, я сразу скажу, что это такое, это так называемые тиражируемые блага или копируемые. Ну вот, например, когда нам рассказывают анекдоты, очень смешно бывает, да? Мы получаем от этого никакого удовольствия. Мы можем его перерасказать и другому человеку, ему тоже будет смешно. При этом этот самый анекдот останется у меня, и вот чувство удовольствия перед ним останется. Тем не менее, способ его производства, то есть изготовления этого, ну, пересказа этого анекдота практически ничего не стоит. То есть вот получается, что один и тот же анекдот тиражируется бесконечное количество раз. Здесь точно так же и возникает и противоположная ситуация, когда мы что-то качаем из интернета. Понятно, что нам фильм, который скачан по торренту, это абсолютно тиражируемое благо. Потому что раньше бы нам приходилось стоять в очереди, его где-то искать, разыскивать, переписывать к себе, или идти еще там хуже в кинотеатр, или что-либо еще. Это была обычная сфера машинного производства. То теперь это полностью тиражируемое благо. То есть любой фильм мы можем скачать за одну минуту. И в этом смысле, что мы получим удовольствие его, посмотрев, хотя бы, хочу сказать, что это совершенно не воровство. Потому что мы не отнимаем у правообладателя этого фильма, владельца этого фильма-создателя, право им распоряжения, собственно. Что они хотят дальше, с ним то и делают. Но мы его взяли и посмотрели. Скорее всего, речь может идти в старой парадигме о упущенной выгоде. Ну, например, вот у нас... Нет, ну мы бы и не пошли в кино, если бы... Да, конечно. Тут ничего тут не было. Да, да, да. То есть вот раньше поэты думали, что их стихи будут покупать и не будут распространяться. Потому что действительно сложно не наслаждаться великим стихотворением Евгения Евтушенко, например, таким, как Срочки Ликоторова. Парни и девчата глядят вперед, как шаги, считая караул идет сильным и высоким. А молодое племя не простит вам Сонка, не простит вам Ленин, ну и так далее. Ну вот эти всякие вещи. Потому что я взял Евгения Евтушенко, потому что он один из главных призывателей к соблюдению авторских прав. Он просто состарился и не понимает, что его стихи никому не нужны. Что он поэтому стал только потому, что рядом существовала репрессивная машина советского государства, которая давила вообще все остальное живое, а его, там он посетил, по-моему, в 50-ти годах 102 или 120 стран мира, ему делал определенную форму благосостояния. Но это вот он не понимает. И Тарковский на этом основании, кинорежиссер Тарковский? Может быть, не знаю. Но есть версия, что когда он фильм снял, какой-то там, по-моему, про Рублева, да? Да. Что есть версия, что когда он уже все было смонтировано, он сказал, что что-то мне не нравится. И единственный раз за всю историю Советского Союза ему дали все переснять. Ну, не знаю. Это не важно. Это просто показывает, что люди не понимают, кому и чему они обязаны с так называемым успехом. Но я хочу, чтобы появился принципиально новый способ производства определенного рода благ, который, есть простое их тиражирование. Ну, не производство, но это да, а обмен. Производство, в этом смысле. Нет, производство, оно и фильм нужно произвести. Да, да. Вот. И анекдот даже должен сочинить. А вот уже обмен не требует ничего дополнительного. То есть распространение. Нет, вот даже и обмена нет. Мы не обмениваемся анекдотами, мы просто рассказываем его. Нет, вот я-то полагаю, что в основе этого лежит именно новый способ производства. Потому что и с товарной экономики, и до товарной экономики, то есть тоже они производили. Тот же самый кузнец деревни, он ковал, по большому счету. Но он принадлежал традиционной формации, хотя был освобожден окрестными жителями. Ну а песни не сочиняли, или в деревне песни не сочиняли? Да, да, сочиняли. Нет, Игорь, все-таки сочиняли. Я анекдот не рассказывал. Программу человек пишет, он его производит, он написал программу. Да. Но дальше, как и делает этот самый кузнец подковку, да? Ну он сделал эту подковку для одного человека, да? Сейчас программу сделал, и она распространилась на всех. Да. Все ее потребили. Но производство-то все равно сохранилось как таковое. Я должен потратить человеческий труд. Нет, производство это то, что ко мне пришло. Вот ко мне пришло. Нет, это потребление. Производство это то, что вышло от меня. Ну да, Игорь, как-то надо различить. Производство и потребление, это правильный. То есть, когда мы начинали от первобытного общинного, у животных потребление и производство они соединены. Вот не разделены совсем. Я что съел, то и произвел. Что производство... Ну и в натуральном хозяйстве так же. Что съел, то и произвел. Ну натуральном хозяйстве уже разнесено было повременнее чуть-чуть. Я произвел летом, а съел зимой, да? А потом уже я произвожу то, что сам не потребляю. Да. Это товарное производство. Да, а в этом, в экономике, в нарождающейся новой формации, кто-то один раз это произвел. И для себя. Для себя. Он для себя создал. Вот, для себя. Для себя, в этом, какую-то испытал от этого удовольствие. А всем осталось уже... А всем остальным осталось бесплатно. То есть, если предыдущая была экономика натурального хозяйства, то я ел, то я изготавливал, то я ел. Вторая экономика была экономика обмена. Обмена. Все между собой обменивались и пытались найти с личной корызи. То третья формация, она получается, что это экономика дара. Извините, а как же ты в этой третьей формации будешь производить продукты питания, которые так не будут тебя всем распространять? Это другое. Будешь производить автомобили, электронику и так далее. Я хочу сказать, что элементы всех способов производства сейчас существуют. Потому что я принес из магазина лента полуфабрикаты, или просто недофабрикаты, и сам приготовил себе еду. Образец натурального хозяйства. Ну, на самом деле. Вот так. У тебя все эти способы производства есть. Я же говорю, что способ производства только нарождается. Я отвечу. Скажем, есть куда думать. Скажем, есть 3D принтеры, которые у тебя на столе могут напечатать все, что угодно. Бифштекс. Ну, продукты пока не берем. Именно бифштекс. И бифштекс можно напечатать. То есть, то же самое. То есть, в данном случае ценность является программа. Ну, если бы так было. Если бы будет. Так же сейчас. Ну, по крайней мере, мы уже знаем. Здесь есть пластмассы. Мы уже знаем, что есть индивидуальные устройства. Уже сейчас есть. Которые можно купить за несколько тысяч долларов. Поставить себе дома. И напечатать ложку, вилку. Напечатать себе. Напечатать то материальное. И ценностью здесь являться будет именно то программа, которую ты скачал. Либо ты сам написал. Вот как написал программу. Я хочу вилку такую и сякую. Это все. Другой подошел, посмотрел, какие программы есть вилок. А вот эту хочу есть. Твою вилку себе напечатал. То есть, потенциально движение. Сейчас это еще невозможно. Да. Ну, в принципе, куда-нибудь... Ну, такая штука, она возможна. Но хочется сказать, что способ производства, он с неизбеженностью диктует и другие производственные отношения. То есть, социальные отношения. Все, как и все. Северикой марксовской штуки. Ну, оно должно пробиваться. Поэтому ситуация, когда у нас производственные силы не соответствуют производственным отношениям, то есть, после производства. Вследствие производственных отношений, мы сейчас везде в мире наблюдаем. По большому счету. Хотя, в мире это чувствуют, по большому счету. Те, кто производят тиражируемые блага и научились из них извлекать какую-то прибыль, корпорации Google, корпорации Apple, они сейчас наверху. И Apple сейчас капитализирована в два раза больше, чем вся индустрия, то есть, обычное индустриальное производство Российской Федерации. То есть, на 710 миллиардов долларов. Современный кризис, по сути, я считаю, это кризис перехода между... К новой формации, да. К новой формации, быть может. Поэтому, Павел Чистяков эту ситуацию совершенно правильно описал. Но он взял с другой стороны. Почему? Потому что подобного рода вещи, ну, мы понимаем, что большое количество денег, то есть, вообще денег, натуральное хозяйство не требует. Ну, совсем их даже. Вообще не нужно. Да. Натуральное хозяйство сам произвел, у тебя есть ресурсы, некоторая земля, у тебя есть рабочие руки, твои собственные, как правило, что произвел, то и потребит. И в новой формации их тоже не нужно. Нужны, наверное, деньги будут. Сейчас я поговорю, что это будет. Ясно, что для индустриальной фазы, для обычной, требовались какие-то деньги в качестве какой-то центромиссии. Сначала это было золото, потом это появились бумажные деньги, потом эмиссионные деньги. Реализация обмена, то есть, как промежуточное что-то. Я сейчас произвел, я не могу непосредственно обменять с потребителем, я не могу к ним прийти, а принести ему гайку. Я обмениваю сначала на деньги, а потом через эти деньги тот получает эту гайку посредственную. Деньги были опосредственные. Но когда возможно скачать программу прямо вот сейчас, то и не нужно мне за это ничего платить, а деньги зачем? Да, способ производства. Но здесь определенного рода деньги есть. Надо понять, что выступает в качестве денег. В качестве денег по всей времени выступает определенного рода репутация. Определенная. Что можно сказать с точки зрения предпринимателя. Но действительно существовал и предприниматель индустриальной фазы, когда он строил завод и пытался получать на него прибыль. То есть, его результат был, это был прибыль. Но теперь говорят о новой такой категории, это о социальном предпринимательстве. Это человек, который научился извлекать какого-то рода доход всевозможный. Вот только что бывший глава, собственник НПО Висма, которая производила титаны, которую государство потом купило, это титановое производство, решил в своей верхней солице-льде, солдат, верхний солдат в населенном пункте, построить ортопедическую клинику по последнему способу. А почему ему нравится? Потому что он производил титан, и он знает, что он может ортопедические протезы для суставов производить не хуже, чем на Западе. Вот он занимает социальное предпринимательство. Его цель состоит в том, чтобы в его клинике 7500 операций в год проходило. И по возможности в будущем под западным брендом, под надзором западных специалистов эти протезы производились бы непосредственно у них там, рядом, там, где изготавливают этот самый титан. Это вот социальное предпринимательство, то, что придумывает какие-то новые способы. Образец такого социального предпринимательства это армия спасения. Что там является критерием успеха? А титул, который они берут, генерал, полковник, что-либо еще, он зависит от одного единственного параметра, сколько денег ты пожертвовал на эту самую армию спасения. То есть всевозможного рода или, например, для кого-то очень важно, что он много-много-много торрентов раздал, скажем, 100 кб. То есть репутация. Да, то есть вот такая определенного рода репутация. Но это деньги, или как, на что она обменится? Скажем, я захотел сделать программу какой-то шикарной юнки. На самом ощущении. Да, но этим же не обмениваются репутации. Да, не обмениваются. Поэтому, что-то выступает в качестве аналога денег, но вот для классического предпринимателя. Сколько денег заработать, такое у тебя и достоинство. Сколько у тебя с программой скачали, такая у тебя репутация. Да, безусловно. То есть ты решаешь свою проблему какую-то, но если ее настолько хорошо решили, и она помогает многим людям, и ее пользуются, это свое. Мы социально предпринимательство. Ты делаешь что-то такое, что людям сильно помогает. То есть, если противоположная была ситуация, это была ситуация эксплуатации, я слышал Руслан Медикеев такой, он утвердал, что продуктом социального предпринимательства, результатом соответственно социальной предпринимательской деятельности является созидание социального вокруг себя. Ну, то есть результат такой. Результат это социальный построенный, например, построенный вот этот самый ортопедический центр в верхней сольде, в котором высококвалифицированные специалисты делают 7500 операций, а рядом производят эти же протезы для суставов. Ну вот, это результат. Действительно, такой центр всю эту сольду полностью преобразит весь социальный социум, да, так получается. Ее становится лучше и комфортнее жить, это безусловно так. Я считаю, что понятие формации является чем-то выдуманным. Ну, я тоже так считаю. Нет такого тени, на самом деле, и, соответственно, нет никакой новой формации. Скорее, есть некое разные способы производства, которые просто в разные времена выпячиваются в силу каких-то обстоятельств. Когда ценностью была земля, было один способ производства, когда ценностью были, ну, там, рабы были, естественно, когда главным движущим было рабы, было рабское производство. Но на самом деле выделять это чисто условная вещь, потому что и при рабовладении было, что-то типа в виде товарного производства, то есть купцы ездили, что-то торговали, и производство обычное было, какие-то там мастерские маленькие, что-то там ваяли и так далее, по городах тоже там что-то там торговали. Вообще-то, как бы, все виды производства всегда существовали одновременно. Просто что-то выпячивается в силу каких-то обстановлений. Конечно, я это тоже тоже говорю, но соотношение было несопоставимо. И тиражирование тоже уже было. Тиражирование. Я считаю, что разделение принципиальное можно, вот натуральное хозяйство без обмена, это принципиально отличается от с обменом. Ну, а торговцев не было, что ли, никогда? Когда-то, когда-то. Натуральное хозяйство первобытное, там не было торговцев. Не было, вот что произвели, то и съели. Это принципиальная разница между, когда появилась торговля и появились деньги. А почему последовательно, а не одно время? Нет, была. Было время, когда не было торговцев. Было. Значит, это разные, ну, может, это слово формации, я понимаю, что очень много именно за марксизм не нравится. Нет, это не просто не нравится, просто считая, что не было последовательности, а была, была, нет. Скажем, финансовый капитал, вот именно банковский финансовый капитал, и как-то это совершенно другой способ организации производства. Расставщичество было? Было, но это финансовый капитал. Это не то, что я в ДОП тебе дал, но это же... Это так и было. В ДОП побрал, купец, елал куда-нибудь там за три дня. Здесь не нужно путать так, что действительно разные признаки разных вот этих глобальных, скажем так, формаций существовали всегда, но можно выделить принципиальную разницу, между, скажем, индустриальным и ремесленным хозяйством. Конечно, признаки были и там, и там, и там, но это принципиально разные устройства экономики. Вот экономика по-разному устроена. Вот смотрите, знаете, в чем разница, на самом деле, методологически, то у вас всегда, вы всегда хотите выстроить систему последовательно, от простого к сложному, или там, какую-то выстроить систему, которая как бы... я считаю, что вот это... А я считаю, что все всегда было. Экономика дара существенной стала последние 20-25 годов. Ну, конечно. А до этого не было никаких потлочей, никаких экономик дара никакого не было. И она была существенной. И она была определяющей. Нет, она была... Была. Я согласен, я отвечу Булату, что действительно можно вот взять историю вот так вот, как на стол положить и посмотреть на нее и сказать, да, действительно, ну, здесь вот чуть такое, здесь такое, здесь такое, да. Действительно так. Это можно так взглянуть и можно анализировать социум, вот как распределенный вот на историческом периоде. Но можно по-другому анализировать, а почему устроено вот здесь так, почему вот здесь человек не имеет собственности никакой и производит то, что ему никогда не нужно. Вот большинство людей в 19-20 веке не имели собственности и производили то, что и сами не потребляли. Гаек не потребляли, ничего не, вот то, что они делали. А в другое было время, когда он делал то, что сам потреблял, сапожник носил свои сапоги и производил конечный продукт и имел собственность, инструмент и свою мастерскую. Это же разные принципы. Нет, я согласен, разные, просто я имею в виду, что на определенных этапах оно выпячивое. вот это и есть. Но всегда было все. Всегда было все, действительно, всегда было все. То есть, можно сказать, что у какой-то медузы нашли глаз полностью по строению, похожий на глаз мукопитающих. И также можно сказать, что глаз был уже и у медузы. Но мы все-таки выделяем в истории эволюции биологической нашей планеты, когда не было позвоночника, когда были позвоночные. Хотя глаз был такой же, как и у позвоночных. у медузы. Поэтому, действительно, это один из способов искать общее, а другой способ мы же анализируем. И когда мы говорим, что сейчас в конце 19 века череда кризисов, переход к индустриальному производству, от машинного производства, и сейчас у нас тоже череда кризисов, которые, таких кризисов не было больших после Второй мировой войны. Сейчас глобальный кризис, который что-то нам говорит, мы тоже переходим к другому способу производства, к другим отношениям. Да, они должны предоставить новое производственное отношение, другую, аристократию и так далее. Для того, чтобы так говорить, надо посчитать, что старый способ производства должен уйти в историю. Да. Но он не уйдет? Уйдет. Ну как, то индустриальное производство, оно во все времена будет и останется? Нет, не будет. Ну, во-первых, самое главное, те же самые, как у... Нет, самое главное, это автоматизированное производство, это уже не производство, когда стоят люди за столками. Ну, это и понятно, что... А это значит... Но тем не менее, все равно индустриальное. Нет. Но как так? Ну, индустриальное не в том... Индустриальное... Не надо, как бы, я не даже к вашей теории, что там кого-то эксплуатируют. Нет, 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 я хочу вам сказать, все равно у нас на нынешней ситуации очень много нормальных человек делает сам. Сам убирает свои квартиры, сам готовит себе пищу и так далее. И можно на этом основании говорить, что натуральное хозяйство никуда не ушло. Но, тем не менее, мы находимся в другой фазе. Дело не в этом, что мы находимся в другой фазе. Точно так же, и индустриальное производство никуда не уйдет. Я еще говорю, я не утверждаю, что как бы... Вот смотри, опять, вот что нам говорит Сергей Чернышев, как он говорит, что на сегодняшний день мы не нуждаемся, собственно, современный предприниматель, капиталист, не является в собственности на средства производства. То есть ему не надо обладать этим самым станком, заводом, чего-либо еще. Чем он обладает на сегодняшний день? Он обладает брендом, он обладает методом сбыта и, ну вот, и все по-большому. И уникальным коллективом разработчиков, которые это делают, продукт разворачивают. А желающих производить на любом таком автоматизированном, неавтоматизированном, с китайцами, с отвертками, их куча. Поэтому его задача состоит совсем не в этом. И компания Apple, ее капитализация состоит не из того, что у них в Китае есть куча заводов и есть какая-то собственность, но собственность есть на бренд, то есть на рекламу, которую они туда вложили. А теперь методом исключения. Всех этих китайцев с отвертками убираем и твои прекрасные, прекрасные эти коллективы, которые что-то будут думать, чем они будут заниматься. Они будут дома сидеть и варить кашу, да, максимум, что они будут заниматься. Это же похоже на то на самом деле, что есть некого рода фундамента. На этом фундаменте строятся здания. Когда-нибудь, конечно, дают туда крыши. Но крыша сама по себе в воздухе не повисит, если всего здания не будет. Ну все правильно, Влад, никто не говорит, что формация это не то, чтобы мы все отменили, но то же самое, как в животной эволюции. Это не значит, что позвоночные принципиально отличаются от беспозвоночных, что мы все выкинули со старства прорезанного. Все то же самое, но вдруг появляется личное новое, по-другому функционирующее. Так же, как капиталистическое производство над ремесленным производством все впитало. Инструменты, технологии, но по-другому организовало. Потом индустриально было. И сейчас другая надстройка, другая архия. Это не значит, что отрицают низшие уровни. Все равно производство материальных ценностей остается основополагающим. производство материальных ценностей. Принцип, когда... То есть, основной принцип, который мне кажется изменится, что сейчас ты покупаешь то, что планируют без тебя и за тебя, и выбрасывают на рынок. То есть, вот эта рубашка, эта рубашка с кем-то была спроектирована, где-то сделана, мы пошли в магазин, выбрали. Через несколько лет, даже сейчас это уже возможно, технологически. То есть, это невозможно организационно пока, но технологически возможно, что ты заходишь на сайт, выбираешь цвет, выбираешь фасон, сам себе все это конструируешь, нажимаешь кнопку, и тебе конкретно твоя рубашка приходит. И вот это принципиальная большая разница, когда производится избыточный продукт на рынок, конкуренция, огромная, потом все это уничтожается, вместо того, что твой заказ, тебе продукт. Вот и все. То есть, это принципиальная разница между, сокращение между, вот сейчас, разница, прошлые времена, промежуток времени между производством и потреблением был огромный. Он сейчас сокращается, очень сильно сокращается. И связывается к тому, что производство и потребление, оно будет сведено вот прямо, нажал к вам пальцам. Вот с этим надо разбираться, я же говорю, что мы еще в начале пути. Да, на 3D принтере. Легко себе представить эту картинку со знаменитым 3D принтером, что когда у тебя вместо кухонного комбайна стоит 3D принтер. А что я хочу сегодня пожрать? А хочу я пожрать, например, из трехзвездочного, Мишельского. А хочу в платье, нет ли у тебя то же самое? А кто здесь таким, как кинзазаву, говорит, что всем, что дают, каша какая-то, пластиковая, вот так вот. Вот примерно так, да. Нет, ну, Влад, можно себе представить, что будут производить продукты, печатать, что не отличишь. Нет, ну подождите, подождите, у нас же сейчас... Что значит печатать? У нас же нет. Какая тенденция сейчас есть, вернуться к тем изначальных продуктов, как это там называется, биопродуктов, которые на огородике, там савозиками и прочее. Влад, и вот ответ. Те, кто захотят на огородике, пожалуйста, города рассредотачиваются, источники энергии такие, что ты можешь поселиться где-то там в деревне, жить комфортно, как жил в городе, и производи себе... Хочешь питаться помидорами и огурцами, делай их. Не хочешь... Печатать на принтере. На принтере. Не хочешь, кому без разницы. А еще тот... Хочешь, что... А кто... Новая информация, это все здорово, Александр Владимирович, но новая информация, как правило, приходит через насилие. Скорее всего, и здесь то же самое будет. Заплетят выращивать зеленые продукты, заставить их на принтере. Ну, это правильно, потому что, как ты знаешь, что... выращивать продукты или собственное потребление. Такое есть, да? Да, есть. Чтобы поддержать... И ремонт самому нельзя сделать. Крупно-товарность страховка. Нет, самому основанию другое. Любой ремонт... Допустим, ремонт, да? Любой ремонт, это прирост стоимости дома. А его цена, это база для расчета налога на недвижимость. И таким образом, если мы сами себе делаем ремонт, ну, не мы, а американцы... Ну, да, то они ничего не меняют. Они уклоняются от уплаты налога на недвижимость. Именно так. И то же самое с выращиванием на своем огороде морковкой, луком и прочее. Ну, с... Что-то как информация наша с резким оскалом там смотрится. Ну, она не будет особо приятной. Она не будет особо приятной, уверяю тебя. И наконец-то дошли до истины, что она не будет особо приятной. Ну, не будут свои определенные проблемы. Да нет, как новый ад нам предлагали. Кто-кто же говорит, да? Пластиковую кашу, ничего не ездят. Нет, а ты этот новый ад уже во всем появился, потому что... Ну, слава богу, еще пластиковую кашу не надо ездить. А почему, что мы ездим? А сейчас, почему мы ездим? 15 лет назад не было такой ситуации, что когда все сидят, устанавливают свои экраны, своих смартфонов, планшетов и чего-либо еще. Сейчас есть, то есть... Да, просто... Сидели в карты играли и бухали. Да, ладно, давайте туда не скатываться по поводу продуктов. Биопродукты просто... Даже у нас в Питере есть понятие биопродукты. Можем в Ленинградской области смотаться, там купить маковку, там... Ну, это ясно. Идеологемы есть очень сильные, да. Есть сейчас в Голландии производство, то есть, башня стоит, сверху загружают ящики землей, туда сажатся, зерна какие-то, и вот так вот по периметру она едет, спускается, медленно-медленно, меняется освещение, подпитка, все, не одного человека. Снизу снимают урожай. Непрерывное производство. А, и потом обидно вверх. А там сверху загружают, а это все спускается, спускается. То есть, то, что наладить в промышленных масштабах продукты возможно. Да уже наладили. Да, наладили. Это небольшая проблема. Важнейший кризис современный, кризис перепроизводства связистных продуктов. Да, не военно, просто приятно нас с пересадением участка, помидорки. Да, конечно, кто хочет. Нет, кто может, я не запрещаю. Да нет, это сейчас в Америке в старый, нынешний формат. Потому что нынешнее производство у себя научит, разрушает нынешнюю, а в будущем будет разрушать. Да, но я считаю, будет что-нибудь другое. Америка не является этой шуткой. В любом месте идет война между различными производственными отношениями. И по большому счету, что ребята сделали, Билл Гейтс, тот же, или что-либо еще, они навострились из новых производственных сил извлекать старым способом определенного рода прыгать. Ведь что такое Стива Джобс? Еще непонятно сказать, сколько он прогрессивен. Он что самое главное придумал? Он придумал таким способом, что скачать бесплатно какую-то музыкальную композицию, оказалось менее удобно и дороже, в общем-то, по большому счету, чем ее просто купить благодаря его i100 всевозможным. Вот это его главное новшество. То, что он выхитрился из ситуации в экономике дара получать какую-то прибыль для разработчиков музыкальных продукций. А как мы знаем, что, например, в Швеции разработка песен и производство является основной экономикой. То есть, самая сильная их сектор. Да, в Америке 4%. То есть, ситуация принципиально образом меняется в этом смысле. Еще непонятно, как она меняется. Но я-то утверждаю, что в тиражируемых балагах, мне кажется, есть новый способ производства. Это принципиально новый способ производства. Ну, я бы не назвал это новый способ производства. Это новый способ экономических отношений. И вообще даже не экономических уже отношений. Потому что производство, как таковое, оно в широком смысле производство. Оно все равно останется производством. Хотя, наверное, да, если принтеры, печатают, это же новый способ производства. То есть, ты производишь интеллектуальный продукт. Тем более, еще нужно учитывать то, что современные гаджеты и техника, она становится многофункциональна. Все в одном. Ну, сейчас... Да, пользуются только одной функцией в результате. Да, но это вынужденная необходимость именно сейчас. Это не необходимость, это просто удобно. Вот. А в будущем, то есть, когда они достигнут какого-то универсального состояния уже, что ты будешь только производить функции. Ты произвел программу, у тебя функция поменялась полностью. То есть, производство, уже сейчас можно просто производить и менять программы, а твой мобильник будет делать все, что угодно. И давление тебе мерить, и пульсы, и шаги мерить. И он же будет управлять твоими телевизорами, и 3D-принтером всем будет управлять. Ну, даже не он конкретно. Просто он будет находиться в облаке, и все это будет обсчитываться всеми гаджетами в этом облаке. И тогда останется только действительно программа. Пицар программы. Ты делаешь, даже не программу писатель, в смысле писатель, программист, ты делаешь некоторую операцию, ты делаешь некоторую деятельность, которая фиксируется твоим гаджетом, и потом тиражируется. То есть, если это была удачная методология, удачный алгоритм твоих действий, то есть, ты что-то сделал, и это плюс уже в экономику. Просто твоя, твоя обычная жизнь, обычная твоя деятельность является плюсом. И в результате получим огромное накопление огромного язычного продукта. нет, на то, что я говорил, что потребление будет жестко привязано к производству. Ты никогда не будешь производить не конкретно кому-то. То есть, нет никого производства. Есть только потребление. Вот я хочу сейчас это, я это себе и сделал. И никто не будет тиражировать рубашки, которые никому не нужны. Никто не будет тиражировать фотоаппараты, кому не нужны. Вот они, то есть, просто так, в пространство. Тиражирование стало практически бесплатным, да. Да, тиражирование. То есть, захотелось бы... Тиражирование бесплатное, и в результате самая важнейшая проблема будет проблема свободного времени. А поскольку именно как раз современная постиндустриальная экономика очень хорошо решает эту проблему, утилизация свободного времени. Преспокоен, ты можешь сидеть у своего экрана и что-то узнавать там. Там у тебя будет театральный. А вот, а у кого больше энергии, тот будет с той стороны экрана тебе показывать, а ты будешь потреблять. И энергичные люди будут реализовывать себя в том, что они будут делать, а неэнергичные будут реализовывать себя в том, что они будут потреблять то, чтобы вы сделали энергичные люди. И это полная занятость. Совершенно другой способ. Или вот, например, медицинские технологии. Ну, блин, ну, трудно, но там, конечно, не очень хорошо оснащены, но можно их называть традиционным способом машинного производства? Наверное, нет все-таки. Люди как-то чем-то там занимаются, самым главным есть и их навыки и способности, они не отчуждаемы от них самих. Ведь обратить внимание для капиталистического способа производства, для него все, что есть, от работников отчуждаемых. Работник это простое, свободное, чистое время. То сейчас это отчуждить никакого смысла. давайте как бы не в рамках этой философии Маркса, как бы там. а это из Хаверина. Просто если к этому подходить просто свободными глазами, без всяких там предварительных каких-то обусловленных философий, типа там, марксизма, то у нас, стальное видится просто то, что общество стало другим. Наше общество стало массовым обществом, Другим, другим стало. И не каким-то там структурируемым, кастовым обществом, а массовым. А в массовом обществе возникают какие-то новые социальные отношения. И раз людей много, то возникает необходимость тиражирования благ. Тиражирование была возможность. Есть возможность. Раньше не было возможности. Нет, ракш об потому и кастов. Благ было мало. Сделанно такую, их потребляли, а вниз, унизу сколько. Они сами себе добывали. Совсем недавно даже в нашем, в Российской империи, как было устроено все? У нас же было и машинное производство, и примитивное, феодальное, какое-то там, натуральное хозяйство. Все было, все уклады были. А когда становится общество массовым, возможно, возникает вот эта необходимость. Посмотрим, сколько по Марсу было? Нет, возникает необходимость. Для того, чтобы создать производство массовых продуктов, сделать его возможным, надо создать массового человека. То есть, это первично. Есть массовое сознание, появились такие термины. Общительное мнение появилось. Я считаю, что массовое создание, это уже пережиток, в смысле, это характеристика нашего, теперешнего. А в будущем оно как раз исчезнет. Новая формация. Почему? Ну, тогда ресурсом исчезнет. Да. То есть, исчезнет. То есть, объединение, вот сейчас мы вынуждены объединяться территориально. Ну, уже, уже огромные есть объединения, благодаря интернету, не территориальные. И производство не будет территориальным. И если мне интересно с кем-то общаться, мне нужно собираться в комнате, можно спокойно сесть за виртуальный стол. Один в Америке, другой в Австралии, третий в Америке и общаться. Я задам вопрос, сколько раз такое удавалось вот здесь? По-моему, два. Чего? Ну, с Алексеем Нилоговым только. А, это, пожалуйста, хоть каждый день. И потом, на самом деле, я хотел как бы добавить. На самом деле, в массовом обществе, где терражируются массовые блага, ведь эти массовые блага перестают иметь ценность. И тогда ценность, тогда имеют ценность только какие-то вот единичные. Да, 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 это совершенно верно. Все, все меняется. Я говорю, что только индивидуальное творчество будет ценно. Да, но в черном, что вы дальше-то сказали? Что только и какие-то эти инициативные, какие-то активные люди будут заниматься творчеством, а все остальные будут потреблять. А кто захотел? Если он захотел, то ему мешает быть творчеством. Нет, 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 смотрите, тут вот всегда вот захотел, это очень сложная проблема там. То, что вот мы как бы, у нас есть какой-то способ мышления, мы как бы, нельзя сказать, что мы захотели так мыслить. В каком-то смысле мы вот живем в духе времени, который присутствует. Может быть, сейчас нам говорят, что общество потребление. Мы все потребляем просто потому, что, ну вот, дух такой, как бы, потреблять надо там. Мы смотрим эти видео несчастные какие-то, там, потребляем блага массовые. Ну, город изменится, будет творческим всем. Ну, вот изменится, вот это же как бы чудо некого города. Нет, не чудо. Всегда изменение массового сознания шло параллельно за изменением способа производства. Нет, просто это мечта отописцев на самом деле. О том, что однажды человек вдруг как-то проснется от литургического сна и станет активным. Ну ладно, ну ладно. То, что вот сейчас мы с Игорем говорили, вообще не затрагивали, как вот к этому относится человек. Это некая бюджетность. Правильно. Я считаю, что на самом деле сущность человека это... Оно подстроится. Если посмотреть то, как развивается производство, сущность человека состоит в том, чтобы ничего не делать. И не будет делать. Чтобы все отдать, пускай, мы больше автоматизированные производства. Ну и хорошо. Бесплатные, блага тиражируемые, фильмы и прочее. А что в этом плохого? Нет, в этом плохого ничего нет. Просто не будет никакого творчества. А будет мертвый мир, в котором будут на диване лежать люди и потреблять блага. Все. Будет только потреблять. Ничего производителя не было. Но понимаешь... Потому что сам устроен человек будет все ниже и ниже опускаться. И во все времена существовало 90 процентов, которые вот так устроен, и всегда существовало 10 процентов, которые двигались. Согласен. И они будут работать себе и двигать, а другие... Какая разница? Тогда разве титул в армии спасения? Разве просто творчество ощущений? Нет, ну просто тогда... Разве ощущение танца? Нет. Желание поиграть в футбол? Еще чего-нибудь. Мало ли чего будет. Или в страну квартиры. Нет, ты там недавно сказал, что будет проблема реализации свободного. времени. Она решена. Она решена уже. Нет, на самом деле она решена каким способом? Она решена тем способом, что в массе... Вот сейчас, например, взять наше общество, я не знаю сколько процентов, но подозреваю, что половина общества не работает. То есть то, которое может работать, оно живет как таким способом странным. Да. И это естественно. И это для новой штуки как раз естественно. Ну это... Представь себе, что когда 90% общества не будет работать. Ну и что? Нет, я просто удивляюсь этому. Я подозреваю, что они в принципе ничего не будут делать. Будут лежать на диване. Ну а что? Ну что? Труд это мучительное самоистязание. Нет. Ну а что? А так мы будем просто обыкновенными биологическими организмами, которые потребляют... Футбол будет играть. Там же заниматься. Нет. Была. Вот вас... Вот человек просто предоставлен сам себе или человек крутит 8 часов ручку. Что лучше? Этот что ли более у нас творческий, более полезный, лучше состояние? Да пусть лучше лежить, чем сидит тупо, и... Допустим с этим может согласиться. Да, да, да. А если все по-другому лежит тупо как бы и человек занимается ст kimse проблемами, alcance. Как в это время, когда один крутил ручку, другой занимался математическими проблемами, как это будет лежать, другой занимался математическими проблемами. А вот я не уверен. Да нет. Почему? Там так же будут лежать, и все никто не будет заниматься математическими проблемами. Подождите, уровень образования падает, товарищ? Да. О! А почему? Потому что наше общество идет деградация, и никто ничем не будет заниматься. Идет обратный процесс возрастания уровня самообразования. Образование будет другое принципиально, все будет другое. Я с вами согласен, я тоже... Нынешнее образование, такое же проявление машинного... Я хочу быть пессимистом, наверное, как будущее, оно лучезарно. Да, может быть, не причем лучезарность. Но есть и плохая тенденция, понимаете, в том, что вот эти тиражированные блага делают из нас рабов, на самом деле. Причем рабов собственной, как бы, страстей. Мы все меньше и меньше что-то делаем, мы больше что-то потребляем, потребляем. Мы даже не знаем, как эти приборы работают, зараза. Вот они работают как-то, да? Ну, все правильно. Извините, когда они работают. Давайте вернемся к состоянию фактических рабов. Когда было четко понятно, что у тебя на шее ошейник, и ты... Да, ты должен 12 часов работать за баланс, за какую-то. Ведь посмотрите, обратите внимание, что... Рабство всегда будет. Лучше рабство от дивана, чем от веревки... Большую часть этого существования человечество, как биологический вид, провело в состоянии мезолита, так называемого. И все исследователи сходятся, что реально люди работали тогда по 3-4 часа в день. Ну, просто так получилось. Собрали, поели. Да, собрали, поели, поохотились, поели. Все остальное люди находили чем-то заниматься, примитивным чем-то еще. Только тогда, когда стала возможна эксплуатация человека над человеком, тогда одни вообще бросили работать фактически, а вторые работали по 12 часов в день. И эта ситуация продлевала дальнейшую ситуацию, когда удалось на новом технологическом этапе вернуться к мезолитическому раю. Мезолитический раю, он был такой. Человечество в нем сотни тысяч лет провело, в отличие от последних. Я как бы тут еще эту тему не хотел поднимать. Но на самом деле, если посмотрите, что производят ваши эти там тиражированные уклада, то это так, 98% это порнуха. Вот что это производит без тиражирования уклада. Ну как нет-то? Ну так оно и есть. Весь интернет забит порнухой. Чем будет эта идея? Дивальные творческие люди заниматься, зачем они будут? Они включат телевизор, на известные будут видео смотреть и заниматься там непотребляться со своим. Вот все, что они будут заниматься. Ну и тоже неплохо. Происходство, так сказать, белый жидкий. И в мезолите тоже на вот так. Я отвечу. Если по поводу интернета. Вот сейчас мы заходим в интернет, значит отсекаем какой-то процент там порнухи, все. Отсекаем коммерческие сайты, магазины, все. И видим огромный слой сайтов, сделанных на коленке людьми за свой счет, свои интересы. Огромное. Я согласен. Огромное количество людей. Ну не огромное, но есть. Огромное. Нет, гигантское. Гигантское. Люди, мало-малее чем увлеченные, делают сайтики и собирают информацию. Вот они уже. Ну я согласен. И еще плюс. Им мешает их работа. Они же должны куда-то ходить и еще стоять у станка, а после возвращаться. А когда их освободят этой работой, они там будут сидеть, творить постоянно. Танцы, футбол, прогулки, туристические путешествия. Все, что иди вам приду. Ну то, что у меня хватает. И палешки в ванной. Фантазия, да. Ванны и палешки будут? Бассейн будет у каждого. А то, что у нас сейчас катастрофическое перепроизводство благ на Земле. Это да. Просто катастрофическое. То есть просто посмотреть, какой процент мы потребляем произведенного. Наверное, несколько процентов потребляем. Ну начиная, что вот с этого мы потребляем 2-3 процента. То есть потребности. Потом, как я люблю говорить, у нас у каждого валяется еще по фотоаппарату, который мы раз в год берем фотографировать. И машины по улице перевозят. Ну наверное, по одному человеку вот туда-сюда гоняют. Это когда нужно в одну сторону, если просто это урегулировать. Если автоматически машины гугловские поедут. То есть там произведено, нужно произвести в несколько раз. А что производится за счет конкуренции? Мы имеем Sony смартфоны, значит там Apple смартфоны, Samsung смартфоны, Lenovo и все прочее. PC и так далее. Да. И они главное, что понятно, что они практически одно и то же. И если мы сейчас поставим задачу, а давайте сделаем хороший, универсальный, ну вот соберем все как патенты вместе. Это СССР так было. Вот. И да, был один телевизор. Действительно, Радуга, вот у нас на Казинского, был один телевизор, который только менялся форму, там, горизонт, Радуга, еще какие-то. Они внутри были одинаково устроены, только разные надписи. Да, да. Внутри одно и то же было. Внутри одно и то же было, да. На всех советских телевизорах, то есть, или там... На цветных, да? Да, на цветных. Все внутри, если было одинаково, только на разных заводах, разная надпись и оформление. Не, но это, с одной стороны, разумно. А с другой стороны, это прогресс как бы... Да. Останавливает прогресс? Да, это останавливает прогресс. Не, но это прогресс. Но сейчас, когда прогресс движется уже не на архитектурном стороне этого устройства, а на функции, когда я могу сам себе запрограммировать что-то такое, то это уже не останавливает прогресс. Можно иметь универсальное устройство, и каждый себе будет там выделывать все, что... Да, они вот там о портах не могут договориться. Ну, это чуть-чуть. Нет, о зарядке уже договорились. О зарядке? Да, уже у всех одинаковый контакт. Двое было один, как бы. Двое было один, а у всех остальных уже одинаковые. Вот, поэтому нет, это действительно... Все движется к некому универсальному, а то, что у нас люди освободятся, ну, освободятся. Нет, нет, надо разбираться. Надо разбираться, что такое новые деньги, что будет аналогом денег опять-таки. Ясно же, что не репутация, что это будет как-то капитализироваться. То есть мы только в самом начале... И что такое будет новые производственные отношения? Новые производственные силы? Надо разбираться. К сожалению... Оптимизм попален, оптимизм. Россия заняла в этом самом борьбе старого и нового позицию совсем старого. Ну, мне кажется... Это только что, вот, и не Т1, Игорь, утверждали, что половина не работает. В России, ну, это и есть такое, да. То есть где же тут старое? Да, и к тому же сказать, что в Америке все качают за деньги, а у нас все торренты бесплатные. То есть в этом смысле нас общество, с этой точки зрения, более прогрессивное, чем американское. Более прогрессивное, безусловно. Есть такая мысль, что действительно Россия не развивается с точки зрения такой индустриальной и законсервированной, но может сделать скачок именно потому, что она как бы не заформализирована. С другой стороны, у нас, я смотрел статистику, у нас было одно из самых высоких в мире значений мобильных устройств и компьютеров на душе населения. Да, все это не иноми создано, в общем, все дела. А это уже неважно. Потому что корпорации, они уже не интернациональны. Это нет, то есть чисто экономически, да, мы являемся страной-потребителем, да, чисто экономически на данный момент. Но через некоторое время это станет совершенно безусловно. Тем более в этих корпорациях работают также наши люди, которые там, обучившись в нашей стране и так далее, так что... То есть с точки зрения глобальной экономики... Чисто политической воли, все это, так сказать, нам отрубить и все. А где рынки? Где рынки? Наш рынок съедает вот это все. Они же производят... Куда они вливают? Куда они вливают остановить? То есть за счет того, что мы это все съедаем. Рынок небольшой, конечно, но... Наш нет, большой. Машины, автомобили... То есть где Мерседес столько сбывал? У нас в России в основном сбывали, но сейчас чуть поменьше стало. Вот, гаджеты, вот все техники... Ну да, по автомобилям еще в прошлом году, то есть в позапошлом году был крупнейший рынок до Европы, да, по сбытым автомобилям. Да, ну сейчас кризис, поэтому, да. Но вообще, то есть это очень существенно им... Нет, но есть вещи, которых... Это отставание позорное России. Мы сейчас заняли по количеству научных публикаций у 15-го места. Поэтому определили в основном за счет физики. А где-то там у нас по технике, например, 35-е место. Но понятие публикации, это же публикация на английском языке. Ну что, как это... На любом языке, на любом. На любом языке? Да. У нас очень любят публиковаться на русском языке, особенно на естественно-наущественных наук. Они публикуются в журмалах своих, с импорт-фактором значительно меньше единицы. То есть, у меня ни одной ссылки на одну статью получается. Вот, это такая штука есть. То есть, деградация присутствует? Да. И она несомненна. Она несомненна. Ну, не то, что деградация, уровень, конечно... Просто по-другому акценты расставлены. Потому что человеку в начале 20-го века надо было уметь считать, писать, заниматься простейшими вычислениями, непростейшими. От этого зависела его жизнь, по большому счету. А сейчас это не нужно. Главным навыком это и является общение между человеком. То есть, социальная укорененность. Поэтому такое внимание ко всевозможным к этому вещам. Ну, и в Америке, между прочим, если фильм посмотреть, не надо. Ну, так это. В психологии. Да, да. В психологии к этим... Это общая тенденция. К юриспруденции и всекому прочему. Поэтому, как бы, навыки вот общения, то есть, коммуникации, они оказываются важны, и люди этому учатся. А навыки, скажем, математики, они не столь важны, потому что... Лично-то представь себе к математике, на самом деле. Тому, кому надо, вы же говорили про прочих людей. Они будут заниматься... Конечно, будут, конечно. Есть... Созаду свой сайт. Есть в интернете очень много любителей математики, которые не являются математиками. То есть, я вот общаюсь с тобой, человек знает все, говорит, ну, я не математик, я вот инженер, но мне вот прямо математика вот так вот там рассуждают. Что еще хотел сказать? А, я хотел еще сказать про 2045, мифическую дату. Ну, она кто? То 25. Технологическая сиркуляция. Она уже 45 началась стала? Ну... А сейчас 20-й был год. Ну, был 20-й, 25. Ну, в принципе, 20-45 инициатива, это да, это бессмертие. Единая Россия, да? Нет, это не Единая Россия, это инициатива... Значит, бессмертие для Путина, что ли, 20-45? Нет, нет, нет. Нет, для всех. Для всех. Это Россия, это 20-45. Да, вот. Но, в принципе, технологическая сиркулярность, то есть, по всем расчетам, то есть, должен наступить какой-то сиркулярный момент в ближайшие 10-15 лет. Вот. И, скорее всего, он опять связан со сменой формата производства, экономических отношений. Да, очень интересно посмотреть с точки зрения ВВП. То есть, натуральное хозяйство, оно обеспечило рост ВВП, ну, в среднем, в среднем, там, с голодом и всем прочим, на уровне процентов в год, ой, в 100 лет. То индустриальная фаза начала обеспечивать уже проценты в год. 3-5, это нормально. В энергетических случаях бывает 10. По всей возможности, что если действительно будет новая формация, так как американцы считают ВВП, то она будет обеспечивать рост на уровне 30, 40, 70, 80 процентов в год. А зачем так и придется? Рост ВВП. Как считают американцы. Например, когда ты сменил смартфон, они каким-то образом учитывают этот чешский коэффициент, то есть, ты старый смартфон выкинул, но ты более мощный, и они тебе записывают этот рост как в качестве роста ВВП. Как там? По их методике. ВВП такая рост. Больше удовольствия человек получает. Да, больше удовольствия от этого что-то как-то. Как раз проблема-то состоит действительно в перепроизводстве. Сейчас уже столько и регулируется. Нет, вот производство именно в смысле фактора вот этого удовольствия. Скоро они будут их просто не продать. Фактор удовольствия. Чтобы он будет придумать это объяснение, зачем он тебе нужен, как вот стимулировать. Я не про смартфон, я говорю вообще. Я говорю про профессионал. Да, и тогда мы действительно придем это и будет технологическая сингулярность. Так называемая. Не знаю. Нет, ну я думаю, что все совпадают. Технологическая сингулярность это тогда будет, и на мой взгляд, когда новые решающие технологические прорывы будут проходить не время от времени где-то, а чередуя. Перманентно, да. То есть это, скажем так, что такое вообще сингулярность с эволюционной точки зрения? Это когда некоторое периодически происходящее событие в некотором образовании, скажем, до биологический этап берем. Синтез случался то так, то сяк, то сяк, то сяк, где-то белок случайно появился, такой белок. Вот. И когда синтез белка превратился в поток, непрерывный поток синтеза белка, и получилась биологическая, так, новая, биологическая жизнь появилась. Скажем, что такое... Жизнь все-таки появилась. Жизнь, конечно. А есть переход от нежизни к жизни? Разве можно это доказать? Или все-таки жизнь сотворена? Ну нет, речь идет не о том. Давай теперь, не важно как. То есть этот момент в основании уберем. Теперь смотрим, что у нас такое жизнь, случается периодически адаптация. Вот, популяция какая-то, функционировав, функционировала, адаптировалась к какому-то признаку. Это случалось редко и иногда. Вот. И череда адаптаций нам обеспечивает какое-то вот движение. Но, не психологическая, адаптационная сингулярность пришла к тому, что адаптация стала перманентной. Что такое перманентная адаптация? Это значит, что если шкурка была серой летом, и вдруг изменилась погода, я сразу серую, белую одел, все серую. Пошел дождь, я взял зонтик. То есть адаптация у нас у человека перманентная. Мы адаптируемся к изменяющим условиям по изменению этих условий, а не в результате естественного отбора через поколение. Точно так же, как синтез, случайный подбираемый синтез сменился на перманентный синтез по заказу, вот изменилось что-то в окружающей среде, сразу другие гормоны вырабатываются, сразу вырабатываются другие белки. Перманентный ответ на уровне синтеза белков и на уровне перехода к человеку, что произошло, на биологическом, к человеческому переходу, что случайная адаптация от через поколение сменилась на перманентную адаптацию. Холодно, шкуру нацепил, жаркую шкуру снял, тепло, в смысле, пошел дождь, взял зонтик. То есть мы адаптируемся перманентно. Так вот, что, как Игорь говорил, следующая сингулярность, технологическая, раз от раза какие-то интеллектуальные инновации, случайно появляющиеся, перейдут в единый поток. Ну, да. уже близко. Дело в том, что если раньше мы четко могли сказать, кто у нас изобрел паровоз, кто изобрел радио, кто атом, есть фамилии. Вот здесь фамилии уже нет. Уже последние десятилетия, что там делается, кто пришивал пуговицу, а кто, мы уже не знаем уже имен, это действительно уже более-менее непрерывный такой поток. Но это только здесь, к сожалению. Только здесь, к сожалению. Только здесь пока. Но будет, идет в том, Если у всех остальных где-то был прорыв по десяткам направлений одновременно... Но он как обеспечивает. Он как обеспечивает все остальное. Он обеспечивает. Вполне возможно, что... Аккуратизация во многих производствах. То есть, можно сказать, что, может быть, мы пока не прорываемся в других науках, потому что все-таки нет технологической базы какой-то. Так же, как был прорыв в науке в 20-м веке, в основном это связано с технологической базой, которая позволит провести какие-то эксперименты, которые были невозможны. Так и, может, какие-то информационные эксперименты какие-то мы сможем произвести на суперкомпьютерах и что-то рассчитать и снизить... Ну, не знаю. По-моему, технологическая цифреля сделана просто-напросто путем простой экстраполяции. Ну, это пусть так. Путем экстраполяции, да. Ну, надо посмотреть. Но вот если бы возникают эти штуки в сравнении с изобретением антибиотиков, допустим. Это было сингулярно с нашего семинара. Да, ну все тогда. Поговорили.